понеслась о короче ну видишь что теперь буду писать на вебку сильно теперь не поэт не подвигаешься не покрутишь значит так готовим и конфетку конфетки котлетки котлетки о которых упоминалось в этом вакоприфическом в апокрифическом трансерфинге что-то слова нас называем наоборот или может быть специально вадима сделано ну короче я если честно и не помню как там но я сам сам смысл значит что нам надо нам надо взять разных овощей сложить их в тазик короче так ладно берем морковь первая морковка я не знаю вообще как бы конечно надо чистить считается особенно что там нитраты в кожуре ну я не знаю у меня нету ножа короче для очистки обычно всегда было сейчас вот нету поэтому я морковку просто хорошо помою разрезаю на несколько частей пока я сбрасываю в миску сейчас это подготавливаем овощи еще чуть-чуть измельчу дабы все это было бы в блендере измельчаться так поков дальше болгарский перец но я делал сигнал не за это отрезаю только маленький этот зеленый кусочек все остальное целиком я можно конечно разрезать это на две на три части но я сейчас перед камерой выпиваюсь поэтому зачем мне это мне попантоваться давай два возьмем семечки как я говорил все измельчить перец острый я очень остро я не знаю то же самое отрезаем немного хвостик вот так вот даже видишь чуть-чуть оставляю туда же теперь помидорки все делаю на глаз я не знаю как ты там будешь себя делать тоже рекомендую на глаз попробовал раз не получилось попробовал второй раз третий пятый каждому по-своему нравится короче понял да таким образом помидоры кончевышки зачем их вырезать блендер все равно все это в паштет превратить лук короче мне этот период летний мне очень нравится когда все вроде бы короче зеленого лука уже нету у меня тут в пакетике остались вот эти головешки еще от лука подготовлены ну я их не сюда готовил я просто зелень отрезал салат из себя делал а вот оставались вот такие вот можешь обычный лук можешь зеленый можешь прям с этими зелень лука но нету зелени лука поэтому я беру все вот это дело и целиком тоже сюда же в коры как для корочка для свиней овощи чеснок чеснок это символ без чеснока я не знаю я не знаю как вот это лежит а я там два года чеснок не знаю как можно жить без чеснока раз ты когда хороший зубок по тоже такой хорошая 3 3 таких возьми хорошо не пить а санку сейчас плохо наверно какие чувак третий день хлыщет вино я просто я даже не представляю как же ему будет плохо когда он перестанет его хрустать дальше беру свеклу по желанию можешь ложить можешь не ложить тут нету никаких правил просто со свеклой будет краснее можешь красный перец болгарский взять наверно было бы нашему предал такого красного цвета можешь паприки на трусить туда же у меня паприки просто нету короче тоже я это чистить наверно не буду вот так вот что лишнее слежу пойду потом там домой вот пойду сейчас все сполосну потом уложу все это дело в блендер чашу блендера а соль 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 это очень важно а где соль а соль я храню в холодильнике прикинь не подожди соль помимо соль у меня есть еще а нет ладно все на соли мы сойдемся прикинь я короче соль в холодильнике храню у меня тут понимаешь как короче фишка пространство не так уж много поэтому часть вещей у меня вообще под диваном лежит и при том еще херня какая не просто под диваном мне чтобы их туда положить и достать мне надо диван поднять короче положить на бок сложить туда вещи и потом сверху закрыть чтобы оно пространство не занимало соль я использую гималайскую кстати прикинь ну то что в Урзуфе нету гималайской соли это ладно но я думаю у меня короче получилось что гималайская соль закончилась думаю ну хоть пойду морской но то что обычную соль хавать это вообще не вариант не знаю некоторые люди вообще говорят никакую соль хавать не вариант и что все это дело привычки вкуса да я согласен все дело привычки вкуса но я некоторые вещи не солеными не могу есть вот допустим в частном в частности вот котлеты салатные могу не соленые там есть хлебцы могу не соленые есть не знаю вот эти котлетки короче ладно понял видишь какая у нас тут красота вышла видишь видишь сейчас все мы это помоем и измельчим и я короче приду я тебя на паузу оставлю чтобы ты тут не скучал ты тут короче смотри смотри как это натюрморт ох красота видишь сложил да я еще это короче петрушки все так вот укладываем видишь как я делаю вот так вот приблизительно у меня тут правда есть один сейчас я тебе расскажу как то что достаток недостаток просто ущемляющий короче это тут люди очень сильно нервничают по поводу электроэнергии поэтому дабы лишний раз не терроризировать их нервы я блендер заношу в этот в помещение это накрываю простыню потом одеялом закрываю дверь на балкон и включаю ну чтобы он шум лишний не создавал понимаешь а то у людей же сразу так мотает и сразу бегут на счетчик смотреть я не шучу это как бы это очень плакать хочется но тут походу все такие бурзурки ты ничего не сделаешь ты не объяснишь людям на пальчиках что это капля в море поэтому ну есть эти легкие неудобства короче так все я погнал измельчать есть так смотри короче ну практически измельчили до однородного состава теперь главное за счет чего это можно назвать калорийной едой это семечки короче я беру семена подсолнуха и семена и семена тыквы ну короче так вот замочены замочены значит я их тоже перекладываю сюда и довожу до однородной вот вообще чтобы оно полностью было ну насколько можно короче массы а потом беру беру еще не замочен это я так делаю ты можешь взять по другому не замоченных семян подсолнуха смалываю в кофемолке перемешиваю ну что он как бы немного на себя в лапу оттянуло и ну это у меня лично есть короче этот шрот льняной ну как вообще льняная мука как бы используется ну можешь просто лен в кофемолке измельчить вот а у меня короче шрот есть льняной измельченный на кофемолке и короче смешиваешь чтоб получить вот это типа массу типа вот как фарш обычный для котлет понял ну сейчас я тебе покажу как он будет ку-ку слушай короче я не знаю я тут этих котлет назвездящил мне короче нужен нужен компаньон по поеданию срочно короче смотри как они выглядят браза видишь нет не вообще их можно красиво короче понял это разложить на этот на тарелочку так положить лист салата правда тут лист салата в розуфе не купишь тут вообще ни хрена купить нельзя фиников не купишь семочек не купишь кунжут не купишь а там каких то других орешков не купишь морскую соль не купишь ни хрена не купишь я не знаю тут короче люди походу питаются знаешь чем бычки и виноград и кукуруза вот короче кто там это а так ты не увидишь короче я тебе так скажу вот такое тесто ну получается по итогу ну видишь оно немного пластичное красное из-за свеколки формируешь котлетку панируешь в этом в муке короче из-за льна ну я не знаю как бы некоторые говорят в этот в сушку ну зачем в сушку я не знаю я думаю лучше в холодильник а так потом можно с хреном с горчичкой с помидорами так знаешь берешь ножиком чик 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 отрезал и в рот я не не реально прикольно я тебе отвечаю если что приезжай в гости у меня их тут до хрена они просто пропадут это тебе уже не хлебцы дружище которые в засушенном виде полгода могут есть а три таких котлетки вот у меня получилось 18 штук 18 штук ориентировочно по короче по 110 грамм прикинь тут же семечки ааа еще фишка у меня короче этот шрот есть был есть этот грецкого ореха и в нем развелась моль но я думаю сейчас его полностью моль сожрет поэтому я его быстренько вместе с молью с вот этой с паутиной на хрен измельчил в кофемолке это через сито перекинул короче еще этот ореховый шрот добавил то есть они должны быть калорийные отвечаю ты хоть пишешь то прикинь так ну не знаешь как часто бывает говоришь и говоришь и говоришь 20 минут потом смотришь а камеру не включил короче браза вот такие котлетки если что у тебя есть максимум три дня для того чтобы приехать ко мне в гости пожрать потому что потом котлеток не будет не потом я могу новый сделать если девочек бери ну ладно бро давай